Санкт-Вакан и Арцахьян Карасун Чусория Патеразмов 44-х дневной войной в Арцахе 2020 года и заявлением от 9 ноября окончательно разрушилась хрупкая международная архитектура безопасности, действующая на Южном Кавказе, в течение последних 30 лет. Согласно российско-турецкому плану, Минскую группу ОБСЕ должен был заменить инициированные ими же формат 3 плюс 3. Согласно его авторам-заговорщикам, регион Южного Кавказа должен был быть закрыт для Запада, и, конечно, все это за счет армянских интересов. Подобно известной библейской притче пророка Иоанна, Армения была проглочена пастью российско-турецкого монстра и уже начала была подвергаться процессу переваривания с каждым днем, теряя последние остатки своего суверенитета. Была проглочена, но не переварена. За весь послевоенный период, вплоть до вторжения России в Украину, о чем недавно свидетельствовал действующий председатель ОБСЕ, Запад пытался восстановить деятельность Минской группы, чему, кстати, успешно противились известные участники заговора России, Турции, Азербайджана, а также пятой колонны в Армении. В последний период, после вторжения России в Украину, мы стали свидетелями очередных посягательств Азербайджана в Арцахе, на этот раз именно на территории, подконтрольной российским силам, которые, как и было ожидаемо, не получили какого-нибудь контрудара, и продемонстрировали убожество и неспособность реализации российскими вооруженными силами, взятых ими же на себя, обязательств. В противоположность этому, со стороны руководства как Франции, так и Соединенных Штатов, прозвучало четкое требование прекратить посягательство, что стало для Азербайджана холодным душем. И буквально вчера, в качестве результата последовавших друг за другом встреч в Прюсселе и в Москве, фактически прозвучала новость о смерти минской группы, составной части архитектуры региональной безопасности, так как стало ясно, что ее нельзя собрать задним столом. Подписывайтесь на канал Национального Демократического Полюса в YouTube.